Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Можно ли отмолить грехи предков? Вопрос таинственный. С одной стороны, мы знаем, что всякий человек отвечает за свою жизнь и, по слову апостола, надлежит человеку единожды умереть и потом суд. И не время каких-то препирательств за его душу, но уже определенное состояние сердца, обнаружив которое, будет и окончательное вечное определение о душе. Для верных, даже если они и не достигли совершенства приземной жизни, упование вечных благ основано на их следовании Слову Божьему, церковным порядком, их приобщение к таинствам церковным, прежде всего, крещению, покаянию, причащению святых христовых тайн, Их христианскому образу жизни, в связи с чем мы и уповаем на их вечное упокоение. Хотя и несовершенно, но молимся о том, чтобы их неизжитые страсти, их, может быть, грехи, в которых они не успели покаяться, не повредили бы их вечному с Богом пребыванию. Хотя знаем, что Господь Сам настроен на совершенную милость, как говорит Феофан Затворник, у Бога нет иной заботы, лишь бы миловать и миловать, только бы человек повод для этого хоть какой подал. Но при этом те, кто не пожелали во время земной жизни быть с Богом, хотя имели для этого условия, прежде всего, свободу нравственного выбора, что отличает человека от всей прочей твари, то и никакие принудительные со стороны родственников или кого бы то ни было усилия не могут его перевести в другое отделение, ибо сказано богачу, пребывавшему в муках Авраамом, к которому он обращался с просьбой о каких-то облегчениях его страданий или о предупреждении от этого печального удела своих братьев, которые еще живут, пропасть великая между вами и нами утверждена. И оттуда сюда они переходят, и отсюда туда, что при земной жизни стало содержанием и внутренних человеческих расположений, и результатом внешних его действий, то и послужит к вечной участи. Феофан Затворник употребляет в жизни человека клубку ниток, который, когда-то начавшись, как бы ни был он велик, тем не менее при слоях нитей, накладывающихся один на другой, тогда, когда заканчивается земная жизнь, раскручивается вся нить, и все, что было тайно и становится явным, хорошо оно или худо, и в чем застану, в том и сужу. И тем не менее, разумеется, наша молитва о верных не может иметь каких-то очень четких границ, а кто не вполне верен, а кто может креститься, крестился, да по-христиански жить толком и не начал. Нередко спрашивают священников, как мне упоминать мою какую-нибудь прародительницу или прародителя, мы не знаем, был ли он крещен. Он, значит, по образу жизни его никак нельзя было сказать, что он христианин, никогда в церкви не нуждался, никогда в таинствах не участвовал, никогда Богу не молился и своих детей и внуков не учил. Как быть? Вроде бы в те времена многих крестили, не является ли он все-таки не чужим для нас по духу, небезнадежно отвергшим рождение духовное, рождение в жизнь вечную. Тут действует и человеческая любовь, всяко хочется, чтобы не только на этом, но и на том свете человеку было лучше. Что для этого сделать? Как отмолить? Ясно, что речь не о благочестивых наших предках, которые сами за нас пред престолом Божьим молятся, а о нечестивых, которые ушли с нераскаянными грехами в вечность. И предчувствуем мы, что справедливы слова Господни, в чем застану, в том и сужу. Справедливы образы премудрого. Куда упадет дерево в лесу, там и останется лежать. Справедливы предупреждения Христа Спасителя. Мирись со своим соперником совестью, пока ты еще в дороге с ним, к судье. Иначе как бы тебе не оскудеть совершенно и не лишиться не только того добра, на который ты хотел бы уповать, но и того, что имеешь. Есть слова Священного Писания, подбадривающие наше упование, что не все потеряно для человека, когда окончена его земная жизнь. Так во второй книге Маковейской, в 12 главе, сказано. «Если бы не надеялся человек, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышляет, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая благочестивая мысль! Посему принес за умерших у милостивительную жертву да разрешаться от греха». Но слышим мы и здесь упование о тех предках, о тех доблестных воинах, положивших душу свою за ближних, которые могли быть не без греха, но, тем не менее, направление их жизни было очевидно, богоугодное. Говорит и апостол Павел в ином месте о том, что таинственно первохристиане крестились ради умерших. Для нас это слово таинственное, и нет определенного святоотеческого толкования, не разъясняющего это место послания апостольского. Но в нем тоже светит упование на связь между видимой и невидимой церквью, между миром живых и миром усопших, ибо некие церковные обряды совершались с твердым упованием, что мертвым это полезно. Вывод можем сделать следующий. Нет оснований брать на себя какую-то задачу, неисполнимую, переменять суд Божий о тех, кто жил прежде нас, как бы близки они нам не были. Но в тех случаях, где состояние души усопшего предка нам не вполне очевидно, никаким образом не будет для нас грехом или поставлено нам со стороны Бога в осуждение наше ходатайство о милости Божией к усопшему, проявлении нашей любви, молением о тех, кто в вере православной, пребывая несовершенным, отошел в вечность. Господь, сама милость и сама любовь, и наше воздыхание любви, наше попечение о душе усопшего, соединенное с попечением о своей собственной душе, о своем собственном спасении, непременно желанно Богу и имеет для Него значение. Но каким образом определит Господь вечную участь для усопших наших предков, поколений, как вы пишете в вопросе, не можем мы говорить со своей стороны, бы мы всего лишь люди, и наше дело не простираться мыслью немощной нашей в те заоблачные пространства, которые Господь оставил в своей власти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok